Сегодня мы поговорим про макросъемку Боистину магический жанр, который позволяет заглянуть в совершенно иной мир, недоступный привычному взгляду Давайте для начала скажу, что я сегодня буду использовать из оборудования Я имею ввиду, какой объектив камера Объектив Canon RF 35mm f1.8 макро ASSTM А камера Canon ESRP Сразу отвечу на немой вопрос, почему RP, а не R? Все очень просто В RP есть такая функция, как фокус брекетинг А, она мне пригодится В старшем брате почему-то ее нет По крайней мере на момент съемки данного видео Сегодняшнее видео мы разобьем на несколько блоков, которые будут отличаться по стилистике макросъемки Первое, это съемка бижутерии, точнее, будем снимать кольцо с использованием фокус брекетинга Второе, небольшие стоковые фотографии Я объясню логику таких фото с малой глубиной резкости, на что стоит обращать внимание И третье, мы будем делать съемку цветов, такая творческая съемка Где будем формировать боке Уделять внимание немножко боке и небольшим световым пятнам Цель любого брекетинга это создание схожих снимков, но с легким отличием по некоторым параметрам Например, экспозиции или дистанция фокусировки Как в данном случае Камере можно задать огромное количество снимков и сдвиг фокуса Стоит понимать, чем больше снимков, а шаг по фокусу меньше, тем более корректный снимок мы получим, сшивая этот материал Но тем более долгим будет процесс как съемки, так и сшивки Суть очень простая, мы задаем начальную точку фокуса, а дальше камера начинает сдвигать эту самую точку все дальше, дальше и дальше Брекетинг фокуса используется для увеличения глубины резкости программным способом Это особенно актуально в макросъемке, если вы снимаете допустим драгоценности или бижутерию, где простым закрытием диафрагмы вы не получите резкость на всем снимаемом объекте Причина в близкой дистанции фокусировки и как следствие малый грипп Если у вас промелькнула мысль, а что мешает закрыть диафрагму на максимум, то открою страшное слово дифракция Которая при очень малых диафрагмах приводит даже к снижению общей резкости и в принципе вылазят артефакты Дифракция света это явление отклонения света прямолинейного направления во время прохождения этого самого света около препятствий То есть свет проходящий через диафрагму по сути создает новые световые волны И чем меньше значение диафрагмы, тем внутренние составляющие, то есть углы из лепестков диафрагмы более острые И тем сильнее дифракционный эффект, то есть эффект огибания препятствий световой волной И кстати думаю теперь многие смекнули, что чем больше лепестков диафрагмы у объектива, тем этот эффект меньше Если вы все-таки вдруг решили чуть сильнее прикрыть диафрагму Кстати у нашего объектива 9 лепестков диафрагмы Как бы то ни было мы будем использовать диафрагму 8 А большую глубину резкости сделаем за счет программной шивки множества кадров со смещением фокуса Для таких целей есть разные программы, допустим Helicon Focus или тот же самый Photoshop Для начала задаем необходимое количество кадров и шаг сдвига фокуса Выставляем выдержку 1 сотая, так как у нас работает в этом режиме электронный затвор А полосы в кадре нам ни к чему Далее заливаем это в наш софт Для начала в Lightroom, где можно сделать первичную обработку Но если честно мне хочется уже финальный снимок обработать, а не несколько первичных Выделяем несколько снимков со сдвигом фокуса по необходимому диапазону Переносим в Photoshop и на всякий случай можно даже выровнять снимки Далее сшиваем их И вот он наш итоговый кадр Кольцо конечно не самое эффектное, но здесь суть показать сам процесс Как делается серия снимков и потом сшивается И давайте сравним, вот наши исходные кадры И финальный кадр, уже скорректированный по резкости, балансу белого и экспозиции Периодически всплывает вопрос о стоковых фотографиях И казалось бы макросъемка очень полезна для стоков Не нужно никуда идти, можно наснимать крупные объекты, которые у вас есть допустим на кухне Или где-нибудь в спальне или в ванне, не важно То есть простора очень много для творчества Однако стоковые фотографии работают по одному интересному принципу Точнее они должны соблюдать один принцип Должно быть место, где у вас размещен главный объект И место, где потом, постфактум, тот тут скачает ваше фото Смог разместить какой-то слоган, телефон или объявление То есть должно быть пустое пространство Именно так нужно формировать фото В центр ничего не нужно вставлять Если, конечно, вы не снимаете монолитную текстуру Которая будет служить просто подложкой или бэкграундом А теперь самое время поснимать, скажем так, для души И сейчас съемка уже не требует каких-то вычислений Или думать о дифракции Здесь главное просто выбрать, на что вы хотите обратить взор зрителя Давайте, к примеру, снимем перо Да не обычное, а вот такое довольно интересное С гравировочкой, с узорами В общем говоря, есть что снимать Но сразу возникает вопрос, на чем сконцентрировать внимание Центральная часть? Да нет Она интересная, но непонятно к чему это Мы ведь снимаем сейчас для стока Допустим, скоро 1 сентября Начало школьной поры И снять перо и залить в стоки будет довольно актуально Поэтому сделаем по классике Снимем острие пера, то есть его наконечник И разместим в стороне, оставив большую часть для надписи Допустим, рекламного слогана или телефона магазина И уже это фото вполне может заинтересовать дизайнеров, что будут делать рекламную обложку И которые, как правило, ищут фото на стоках Теперь настало время следующей творческой съемки Поснимаем цветы Главный кайф в том, что из-за сильного размытия боке Мы не только можем создать объем Но и можем формировать пространство позади главного объекта Находясь при этом даже в замкнутом пространстве Допустим, тесная кухня Из подручных средств, поскольку весь задний план Это образная размытая картинка Дополняем наш передний план Создавая, скажем так, пространство В боке, то есть размытая картинка позади Также важна, как и основной передний план в резкости И сейчас я буду в прямом смысле экспериментировать со светом И смотреть на экране Live View, что у меня получается Для начала положу светильник на пол И накрою синим фильтром Чтобы стена стала не серой, а синий Немного напоминая небо Теперь позади цветка разместим несколько травинок Которые будут уходить в размытие А в качестве световых пятен буду использовать Два маленьких USB светильника Подключенных к пауэрбанку Один направим в стену, а второй направим под цветок Основной свет будет слева и чуть сверху Я думаю, попытаемся сделать легкий эффект восхода солнца И когда луна уже начинает заходить Но все еще освещает наш цветок Конечно, на все 100% с первого раза такой эффект вряд ли получится Но попробуем хотя бы приближенный А теперь давайте сделаем еще один снимок похожий Но чуть ближе Чтобы у нас цветок стал совсем крупным Ну и конечно, можно немного поэкспериментировать со световыми пятнами Ну и напоследок просто поменяем цветок и сделаем что-нибудь другое Если у вас вдруг нет необходимого реквизита То не страшно Я думаю, ноутбук или компьютер у каждого есть И можно схитрить И снять ваш цветок или что-то другое просто на фоне монитора И тем самым получить размытый пляж, горы, город, что угодно Интернет полон готовых изображений И что-то мне подсказывает, что мы еще вернемся к такого рода снимках Так что напишите в комментариях, было бы вам это интересно или нет Зачастую мы воспринимаем боке как данность То есть не важно, что позади главного объекта Лишь бы оно было размыто и бог с ним Это не совсем правильно Поскольку формирование рисунка боке также влияет на восприятие Вы хоть и не видите четко эту картину Но вы догадываетесь, что это Мост, цветы, поляна, солнце, люди И все это складывает восприятие к основному снимку Поэтому если вы снимаете, допустим, дома Вы можете сделать боке такой, какой хотите Главное понимать принцип его формирования В данном случае мне хотелось немножко отойти от эффекта камерности И сделать немного больше пространства за счет боке, за счет фонариков Конечно же эту тему, как сформировать интересные боке на той же кухне И сделать имитацию, допустим, поля, леса, моря Еще развивать, развивать, развивать Поэтому если вам интересно вот именно эта тематика То мы сделаем отдельное видео, где будет гораздо больше снимков И различные интересные лайфхаки Итак, на этом все Я постарался сделать это видео немного разноплановым в сфере макросъемки Надеюсь, вам было интересно По традиции напоминаю, что у нас есть соцсети ВК, Фейсбук, Инстаграм Куда можно подписаться Конечно же, два телеграм-чата Где мы общаемся, обмениваемся опытом и новостями Так что заходите, подписывайтесь, общайтесь Подписаться на канал тоже рекомендуется У нас хороший канал И колокольчик поможет вам всегда быть в теме новых новостей Все, до встречи в следующих видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok